Как все-таки наш народ грузит всякой информацией? Кругом куда не посмотришь, все дают свои статьи, аналитические обзоры. И вот сейчас в социальной сети попалась религия в социальном программировании. Но тема интересная, конечно, пришлось считать, тем более, что она, смотрите, такой вот рисуночек они дали в ленте новостей, к анимации этого. После того, как Аврам начал слышать голоса в голове, он обрезал свои гениталии и собирался убить сына. Почти 4 миллиарда людей на планете не видят здесь признаков в шизофрении. Ну то есть, что в той книге, как ее называют книга книг, столько таких там реальных призывов к таким действиям, что осуждаются. И люди пробовали ее через суд признать экстремистской книгой. Ну, конечно, мировое лобби для того же социального программирования населения не дает это сделать. И люди тут этот материал вот комментируют, что смело такие вот это все. Однако, если все обрезали они себе гениталии, то человечество с облегчением вздохнуло бы. Статья опасна для маловерующих, молодых, незрелых личностей. А что, почему опасно? Чтобы они шли туда или что? Ну, смотрите, что тут описывается. И еще интересно, что разместили в группе вот этого Вадима Зеланда. Мы тоже остановимся кратко на его личности. Что вообще вам нужно знать для себя? Что этот цикл весь книг, ну, дальше чуть пару слов я скажу, то, что я думаю. И читаем, что тут за религия. Что изначально религия была самым первым организованным институтом социального программирования. Ну, согласен. С помощью нее в древности люди пытались удовлетворить свою духовную потребность иметь смысл в жизни. Поклоняться чему-то, что выше них. Эта потребность не исчезла даже в современном обществе. Вот это вот. Надо же во что-то верить. Это правильно. Поэтому и религия востребована всякая сейчас. Не только религия, а такие вот группы по таким вот каким-то увлечениям. Может даже каким-то, как сказать, по питанию, по необычным явлениям и всему остальному. По археологии. Потому что люди должны объединяться, что-то искать, к чему-то стремиться. И вот религия выполняла функцию философии и психологии. Пыталась ответить на вопросы, что есть жизнь, откуда она берется и куда уходит. Как поступать с окружающими. Как жить так, чтобы всем было хорошо, ради чего мы живем. Но многие сейчас из нас, даже в взрослом возрасте, не ответят на этот вопрос. Ну, может что-то скажут. Но даже и не задумываются. Нам сделали сейчас такую жизнь капиталистическую, что вы просто бегаете, бегаете, чтобы купить у них, у капиталистов продукты, заплатить им за жилье, а потом заплатить за похороны. И все. То есть, ну, полностью выкачивание вашего природного человеческого ресурса. Однако все религии быстро срастались с государствами и становились их идеологическими рупорами. Это так. Потому что, вот вы можете, к примеру, в РФ, там оно особенно видно. Религиозная власть и власть государственная шли рука об руку и взаимно поддерживали друг друга. Государство обеспечивало религией защиту и подкрепление, а религия взамен занималась идеологической обработкой населения. Иначе как объяснить народу, что служить фараону и жрецу, таскать камни для строительства пирамид, дворцов и храмов – это не что иное, как веление Бога? Чем еще мотивировать, что очередной крестовый поход – это защита нашей святой веры? Что классовое неравенство, кастовое разделение общества – это порядок дел, угодных Всевышнему. А любому начальству нужно подчиниться. Всякая власть от Бога. Кесарю – Кесарева, а Богу – Богова. На все воля Божья. Но это мы часто слышим. Так, теперь религия – это огромная власть и огромные деньги. И это касается не только России. Ну, там действительно, во всех этих даже фильмах, вы посмотрите, и американцы ходят в церкви. Даже кто не ходит, там их достают с этими взносами на благотворительность и все остальное. Попросил прихожан собрать пожертвования американский священник на новый самолет, ибо старый стал хуже функционировать. С каждого из двухсот тысяч своих последователей он просил взять по триста долларов. Значит, ну, таких примеров, которые помельче много. Религия держит людей в страхе Божьего наказания. Религия внушает мысль о существовании высшего разума, который знает, что лучше для других. Толковать указания высшей власти могут, естественно, только церковники. Религия внушается, что Бог всеведущ. Я тут, может, буду не все читать. Вы, если хотите, остановите стоп-кадра видео и прочтите вот уже более эту аргументацию детальную. Во-вторых, сомневаться в вере и учении церкви – страшный грех. Так, ну, это действительно они так говорят. В-третьих, церкви так легко управлять своими адептами, то есть стадом овец-баранов, потому что религиозный человек мыслит плоско, просто и шаблонно. Ну, сейчас в век телевидения это действительно так. В-четвертых, церковь контролирует людей через строгую мораль. Причем эта мораль не равняется нравственности. Мы сами видим, что верующие, сколько в истории развязывали войн и все остальное. Этот пункт я остановите себе, прочитаете подробнее. В-пятых, церковь манипулирует людьми при помощи очень широкого толкования библейских текстов. Ну, конечно, там вы в Библии можете такие цитаты увидеть, что волосы дыбом станут, а вам скажут, да, не обращай внимания, лучше читай следующий пункт или раздел. Так, что тут еще? Ну, тут за ихнюю жизнь, этих всех церковников, православная церковь утверждает, что до воскрешения Христа никто из людей после смерти не попадал в рай. Ну, тоже, видите, один из аргументов. В-шестых, церковь старается опустить психологический и жизненный уровень своих приверженцев, унизить их. То есть православие старается сделать всех людей, говоря языком низкоранговыми. Это поймет любой, кто был глубоковерующим. И что тут они приводят с Писания? В горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Ну, пожелание горе. Слезите и плачьте. В смех ваш плачь да обратится и радость всетования. Ну, там много очень в Библии этих всех призывов. И вот если мы рассмотрим, что такое вообще было православие, вот почему религия старается сделать экспансию. Потому что есть эгрегор коллективный. И вот с палестинской земли пришла, сюда веру принесли. Вы все думаете. Ваши мысли коллективные объединяются. И идет эгрегор совсем в другой край. Там уже эти все тонкие сущности частично снимают вашу энергию, а частично отдают той земле, о которой шла речь. Эгрегор это просто ваше... он возникает спонтанно, потому что когда люди некоторые думают об одном, то идет коллективная мысль. Мысль это тоже энергия. А само слово православие, это у язычников взято, у них было уже тысячи лет. Правь, явь и нафь. Правь, вот православие. Потомки мировидения, культура. Так что тут видите, как борются с язычеством, потому что фактически похитили у него все, как говорится, его праздники переделали в эти православные. Ну, а что сказать вот за Зеланда? Там у него столько книг, я как-то даже просто ради интереса там в интернете пару фрагментов почитал, пару глав. Есть вот люди, они пишут, как сказать, как дурные. Просто вот шуруют эти книги, книга за книгой. Вроде читаешь ту толстую книгу. И то нужно, и то нужно. А фактически, все, что вам нужно, можно написать первое по питанию. Потому что не будет питания, не будет здорового тела. Не будет здорового тела, не будет духа. На пяти листах А4. Пять-шесть листов правила питания. Сыроедение, природное питание, бестернической обработки пищи, как присмотрел высший разум для нас. Потом еще два листика об духовной жизни. Когда вы очистите свой организм, вы сможете начать заняться духовностью. И еще один листик для продвинутых. А все остальные, кто хочет что-то уже, когда он получил те знания, чувствует в себе энергию для дальнейшего развития, для тех уже надо читать специализированную литературу. То есть, этими всеми книгами просто забивают баки людям конкретно. И вот переходите на канал, на мой YouTube. Кстати, лайкните это видео, потому что алгоритм YouTube, оказывается, если нету лайков, нравится под видео, то он потом мало показывает другим и мало просмотров. А то получается, сделаешь видео на серьезную тему, а там 3 или 5 просмотров с 15-минутного ролика. Вот энзимы набрать на канале, та и на правильная еда для человека. Энзимы. Еще там я дам вам ссылку под видео, просто американского столешникова нашего, он туда переехал, хорошая книга была у него. Когда вы с питанием вопрос решите, тогда уже можете переходить на все остальные эти вот практики, методики. А до этого не надо эти ни тома покупать ничего. Все можно тайну правильной еды изложить, тут вот ролик сколько, 3 минуты, а изложить на 6 листах А4 выжимки. То есть, со всего этого. Если вы не придерживаетесь правильного питания, то нет смысла ни в какой ни духовности, ничего, просто не тратьте время. Занимайтесь тогда лучше каким-то хобби. Кто-то фигурки будет делать, кто-то там что-то паять, кто-то рассаживать цветы, кто-то что-то еще. Потому что вот эти все книги томацевые, смотришь, написаны 6-томники, то-то, то-то. Все можно изложить, вот за ваше питание, как я сказал, в 6 листах А4. Вот машинописанного текста. Все основные постулаты. Если кому-то надо объяснение того постулата, уже сильно детальное, где там какие липиды, белки, расщепления, или почему у сыроеда можно, как он может сделать в организме, чтобы у него появился мясной белок, вы уже можете, это по аналогии с коровой. Почему корова травоядная, а появляется в нее, ну то отдельная тема. Посмотрите одним словом видео на канале, плейлисты посмотрите, чтобы у вас не забирать время. Просто что вот такие вот попадаются в ленте новостей, новости, что прочтешь ее и задумываешься, что нас все имеют и религиозники, и продуктовые компании транснациональные. Что мы идем покупаем? Фасованный майонез, химия, фасованное печенье, химия, которая пользы не приносит. Фасованные вафли, вот эти все вкусненькие, вот эти что продаются. Конфеты, сейчас стоимость конфет 100 гривен за килограмм, более-менее шоколадных, чтобы была конфета. Таких из дешевых, а так 150 гривен уже дошли. Но одним словом, все кругом с вас посреднее вытягивают и еще пригружают морально по полной программе, что человеку эти зачем читать многотомники, когда все можно прочитать, в кратком видео посмотреть. Если у тебя хватит силы и воли отогнать лярв энергетических и перейти на новую жизнь, то да, дальше развивайся, читай. Если не хватает этого перехода сделать, значит тогда живи как живешь. И не трать свое время, и не подкармливай тех писателей, которые пишут как роботы. Шуруют, шуруют, только смотришь, другая глава, чуть-чуть другое, и опять у него пошло куча текста, куча того, куча того. Ну, благодарю за внимание, ставьте лайки, на канал зайдете, тоже полайкайте все видео, потому что я вот вчера посмотрел, я удивился, думаю, такие вещи интересные рассказал, и мировоззренческие, и все. И там три просмотра у того видео, там ролик на 12 минут, думаю, ну и ну.